Друзья, всем привет! Я нахожусь у официального дилера марки JQ, компании TechIncom, и оказался я здесь не случайно. Дело в том, что здесь мне удалось взять на тест новейший китайский кроссовер, естественно, марки JQ, JQ J8. Модель JQ J8 построена на новой платформе автомобильного гиганта Cherry под названием T2X. T2X это модульная платформа, позволяющая создавать современные автомобили различного типа, в том числе кроссоверы, в том числе гибридные, даже электрические. Но перед нами машина с традиционным ДВС, здесь под капотом спрятан двухлитровый турбомотор, перед нами реально большой пятиместный кроссовер. На этой платформе также построены новинки китайского автопрома, такие как Exit VX новый и Exit RX. То есть это самое крутое достижение из того, что сейчас есть у корпорации Cherry, и все оно спрятано там. Ну, вообще, надо сказать, что в Китае похожий автомобиль продается под названием Cherry Tiggo 9. Так что, как бы парни из JQ не говорили о том, что это теперь отдельная компания JQ O-Moda, все равно она связана с материнской компанией, которая щедро делится с молодым брендом своими техническими инновациями. Компания Техинком это официальный дилер марки JQ, и здесь в салоне в московских котельниках вам всегда сделают индивидуальное предложение на этот автомобиль. Например, вот такой JQ J8, хотя он по прайсе стоит 4 миллиона 399 тысяч рублей. Я поговорил с ребятами, они говорят, что за трейд-ин сейчас скидка 400 тысяч, то есть цена этой машины в базовой версии от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Что, согласитесь, конечно же, немало, и сейчас мы обязательно посмотрим, за что берут такие деньги. Особенно потому, что эта машина у нас в самой-самой топовой версии, то есть она еще дороже. Внешне JQ J8 совсем не похож на тем автомобиле с Востока, которые мы видели в прежние годы и которые казались таким сборником цитат. Здесь, конечно, тоже есть черты, которые нам как бы намекают на какие-то автомобили премиального класса, которые мы видели когда-то в исполнении других брендов. Но очевидно, что все здесь собирается в единый гармоничный ансамбль и, не побоюсь этого слова, достаточно стремительный, особенно если мы посмотрим на автомобиль в профиле. Конечно же, тут есть и полностью светодиодная, линзованная, адаптивная оптика. Помимо стремительного облика есть здесь и другие элементы, которые указывают на принадлежность автомобиля к марке JQ, для которой это уже некоторого рода фамильные черты. Например, вот такие выдвижные дверные ручки. Они развивают усилие в 10 кг. Это означает, что когда у вас автомобиль зимой, предположим, заледенеет, вот эта ручка, она реально может выломать лед, проломить его и тем самым дать вам дорогу в уютный и просторный салон. Спереди JQ J8 чем-то напоминает модели премиальной немецкой марки на букву А. Но вы догадались, наверное, о чем речь, потому что вот такие вот вертикальные зуби, я не знаю, как пасть кошелота или другого морского чудища, напишите в комментариях, какого именно, как вам кажется. Это, в общем-то, характерная черта JQ, а вот эти вот фары, они действительно напоминают чем-то аудюшные. То есть в зеркалах заднего вида эта тачка выглядит не хуже, чем R8. И самое главное, что подлетает она примерно с такой же динамикой к вам сзади. Но об этом поговорим чуть позже в ездовой части обзора. А пока спереди обратим внимание, что у нас здесь есть датчики адаптивного круиз-контроля, большое количество ультразвуковых сенсоров парковочных радаров, что нам говорит о том, что у автомобиля есть все современные ассистенты. Но более подробно об этом мы поговорим в салоне, потому что реально там есть о чем поговорить. Важная часть облика любого автомобиля – это его колеса. И мы видим, что здесь классные 20-е диски, но самое классное открывается, когда мы смотрим еще чуть поближе, и видим здесь надпись «Мишлен» французского изготовителя шин модели E-Primacy. То есть здесь у нас шины 245, 50, R20, и не какие-нибудь китайские, а настоящие французские. Ну, конечно же, сделан этот «Мишлен» тоже в Китае. Но, как мы знаем, что в Китае производят свою продукцию, в общем-то, все крупнейшие мировые бренды, и шинники не исключение. Да и машина-то наша, которую мы сегодня тестируем, тоже китайская. Мы видим, что автомобиль сделан, конечно, с претензией на городскую элегантность. То есть у него есть пластиковый обвес по периметру кузова, но он весь покрашен в цвет этого кузова. Это такой красивый серебристый металлик. Видно, что лака не пожалели, блестит классно. Сзади автомобиль тоже щеголяет фальшивыми патрубками выхлопной системы. Ну, мы видим, что это, в общем-то, классика жанра. Можно пальцы в выхлопную трубу засунуть и не испачкаться, потому что там ее нет. Трубы находятся под днищем. Сзади автомобиль тоже вполне узнаваем, причем не только в контексте марки JQ, но и в целом в рамках премиальных моделей различных брендов корпорации Cherry, потому что чем-то он напоминает и Exit, и другие марки. То есть мы можем видеть, фонари соединены полоской красивой красной, светящейся. Под ней за прозрачным стеклом, опять же за единым стеклом, логотип JQ. И вот надо сказать, как растут китайцы здорово в деталях, потому что раньше вот некоторые такие элементы, они выглядели откровенно дешево. Ты берешь машину, да, у нее там светящийся логотипчик под пластиком, ну раз там после моечки запотело что-то, или там буковка криво где-то стоит, но вроде бы мелочь, но когда ты за машину платишь там миллионы рублей, да, понимаешь. И такой, ну что за фигня. Здесь вообще ничего такого нет, все сделано реально очень аккуратно, и это прикольно. Давайте пойдем уже посмотрим на великолепие салона. Хотя нет, давайте сначала посмотрим на двигатель, потому что там есть тоже интересные детали. Пойдем. Сразу скажу, что капот здесь открывается, как на хороших дорогих тачках, нужно два раза потянуть за рычажок, и все, не надо под капотом там шарить, ничего искать, все уже открыто. Пойдем посмотрим, что там. Под капотом у нас здесь двухлитровый турбомотор с непосредственно впрыском, развивающий 249 лошадиных сил и 385 ньютонов крутящего момента. Надо сказать, что для России, судя по всему, его дефорсировали, потому что в Китае такая версия мощнее. Но, возможно, это просто на бумаге, потому что едет эта тачка прикольная, в этом вы скоро убедитесь. По паспорту у него написано 8,5 до сотки, и, ребята, она реально может ехать так же, как в паспорте, а иногда даже быстрее. Двигатель агрегатирован здесь 7-ступенчатым роботом. Это робот GetRack с двумя мокрыми сцеплениями, то есть преселективная роботизированная коробка. Ну, ничего плохого про нее сказать нельзя, потому что это техническое решение, которое, наверное, уже на сотнях тысячах или на миллионах автомобилей опробовано. Известный производитель. Вообще, если так заглянуть, то почти все детали здесь носят клейма, логотипы известных мировых марок, ну, что, в общем-то, неудивительно, потому что автомобиль это всегда глобальный продукт, и глобальные поставщики формируют его, собственно, агрегатный состав. В Китае такая машина доступна и с автоматической трансмиссией, с 8-ступенчатым автоматом. Но к нам такие тачки пока не привезли, поэтому у нас только версия на роботе, друзья. Как она едет, еще раз говорю вам, увидим совсем скоро. Двери тяжеленные, конечно, потому что чувствуется, что большое количество звука и виброизоляции тут есть. Ну, а еще двойные стекла, что, в принципе, стало уже характерным для автомобилей и джейку, и его мода, но все равно как-то до сих пор непривычно, потому что раньше такие решения встречали только на премиальных автомобилях. Собственно, вот этот вот пульт на двери, он тоже отсылает нас к одной хорошо известной немецкой марке автомобилей. Но кое в чем, ребята, китайцы перещеголяли. И немцев, и всех остальных. Потому что в этом автомобиле, в этой комплектации, ну, начиная со своей комплектации, JQJ8, отсутствуют дверные ручки, друзья, внутренние. Ну, правда, смотрите, нет ее. Вместо нее просто заглушка. Оказывается, все очень просто. Есть специальная кнопочка, нажимая которую, мы открываем дверь, то есть дверь сама немножечко так хоба, выпихивается из проемчика, и дальше мы просто толкаем. Вы спросите, а что делать, если сел аккумулятор, еще что-то? Ну, на этот случай, вот здесь вот есть такая специальная маленькая ручка. Ну, да бог с ним. Давайте попробуем присесть в салон до автомобиля, и посмотрим, что здесь да как. В отличие от многих других автомобилей этого класса, здесь сиденье имеет регулируемую подушку. Точнее, это подъем ее передней части, что позволяет так или иначе скомпенсировать длину подушки для водителей высокого роста. Но, как и во многих других автомобилях с востока, людям среднего роста будет здесь наиболее комфортно. Подобрать посадку здесь помогут электрические регулировочки. Можно отрегулировать в том числе и высоту, и положение поясничного подпора. У кресел есть массаж, вентиляция. Кстати, надо сказать, что массаж такой весьма и весьма ощутимый. То есть, раньше, когда впервые появились различного рода пневматические такие массажи, они, ну, казалось, что такая опция просто для проформы, да. Ну, здесь вот реально мнет спину, и можно посетовать только на то, что нету массажа подушки и сидения, да. Только спинка. Ну, тут уж это кому что нравится. Мне, в принципе, достаточно и массажа спины. Тем более, что здесь есть несколько программ. Что касается базовой эргономики, то здесь, как и во многих других автомобилях современных, конструкторы-инженеры, они практически полностью отошли от использования физических кнопок и клавиш. Фактически, у нас здесь есть только шайба такая хрустальная, которая управляет режимами движения двигателя, громкости и выключения аудиосистемы, а также быстрый доступ к подогревам передних сидений. Также здесь можно включить обдув стекла, обогрев. То есть, это такая вот классика. Здесь есть такая премиальная фишка, как электрическая регулировка положения рулевого колеса. Как по высоте, так и по вылету. Но все-таки скажу вам, друзья, что регулировка по вылету здесь имеет достаточно ограниченный диапазон. И поэтому потребуется какое-то дополнительное время на то, чтобы сесть максимально удобно. Но, в целом, это вполне возможно. Руль приятной формы, не очень толстый, хорошее сечение. Он сделан под правильный хват 9.3. И в таком положении у нас подушечки ладони не касаются вот этих вот замечательных сенсорных клавиш, которые здесь на руле есть. Есть у нас лепесточки подрулевые. Не сильно они нужны, но об этом чуть позже. Здесь мы видим перед водителем изогнутые экраны. Общая диагональ 26,4 дюйма. Достаточно немало, учитывая, что это экраны высокого разрешения. И картинка здесь, безусловно, хорошо читается в любую погоду. Вот я на такой машине ездил уже в горах. И солнце лупило нам просто вот в экран. И все равно все видно. В отличие от некоторых других брендов, здесь мы можем изменять тему главного экрана. То есть это могут быть шкалы. Может быть современный вид. Все это, конечно же, управляется через меню. Мультимедийной системой управляет у нас процессор Snapdragon 8155. Это быстрый чипсет, уже хорошо всем известный. На нем сейчас построены многие современные автомобили. И, конечно же, здесь через меню мы можем выбрать любой режим вообще всего. Ну, например, переключить панель приборов с классического вида, со шкалами, на современные. Можно изменять две темы, использовать классику и современные. И также различное световое решение, то есть дневной и ночной. Вы можете видеть, что камера отражается в дисплее. Но на самом деле, когда вы едете, никаких проблем с этим нет. Даже в солнечную погоду картинка очень хорошо читаемая. Вообще здесь все управляется, весь автомобиль через экраны. Даже если мы хотим отрегулировать наружные зеркала, нам необходимо тоже пойти в меню. Что здесь? Здесь адаптивная подвеска. Подвеска с постоянным демпфированием, которая работает при помощи электромагнитных клапанов в амортизаторах. То есть она предотвращает крены. И работу подвески также можно настроить. То есть мы можем зайти в режим. Мы можем, во-первых, связать режимы подвески и работы двигателя с выбранным режимом движения. То есть их здесь 7, со спортивным, например, и так далее. Но мы можем также и в ручном режиме выбрать подвеску помягче, пожестче или поспортивнее. Тоже касается у нас рулевого управления. Мы можем автомобиль заставить запоминать режим вождения. То есть экономичный, стандартный или спортивный. Чтобы после включения зажигания у нас все работало. Также даже вот подушка безопасности, если мы хотим спереди поставить детское кресло, отключается тоже здесь. То есть все, что угодно, можно через это меню настроить. Также здесь мы можем настроить всех ассистентов. Это и автоторможение, и различного рода предупреждения о приближении спереди, сзади и со всех сторон. Мы можем отрегулировать чувствительность педали тормоза. И даже включить систему предотвращения кренов при нажатии тормоза. То есть когда подвеска будет нивелировать кивки при торможении. Действительно очень прикольно. Здесь у нас все как на Мерседесе. Такой же абсолютно рычаг. Драйв, рир. И здесь мы можем видеть работу системы камер. Здесь у нас камера 540, так называемая. То есть передняя и задняя камера запоминают картинку под автомобилем. Все это у нас можно вращать. Мы также можем сделать автомобиль прозрачным. Причем отрегулировать прозрачность кузова, его степень. Чтобы на бездорожье, например, у нас было просто вот только колеса. И у нас там будет картинка под ними. Это тоже очень удобно. Мы эту всю историю можем включать на поворотах. Что нам тоже будет помогать. Но для города, я считаю, где-то 50% прозрачного кузова. Или даже 0% будет нормально. Качество картинки. Это определенная HD картинка. В принципе, достаточная для совершенно любых режимов движения. Все четыре камеры у нас в нашем распоряжении полностью. Здесь у нас более 10 динамиков. Мне встречались в автомобилях аудиосистемы и лучше. Но для данного класса звучит весьма-весьма неплохо. Есть одна необычная фишка. Вот здесь за мной, в подголовнике, вы можете видеть вот такие вот дырочки, перфорацию. Это тоже динамики. Через них система подает команды от навигатора. Либо через них можно включать телефонные разговоры. То есть получается такой некий конфиденциальный вариант. То есть вы с одной стороны на громкой связи. А с другой стороны ваши пассажиры, им не нужно слушать, о чем вы говорите по телефону. Им не нужны подсказки навигатора. То есть это реально круто. К слову о навигаторе, встроенный навигатор у нас здесь есть в системе. И мы можем сделать очень одну интересную вещь. И здесь есть крутая фишка, мы можем просто свайпнуть. То есть мы можем вот эту карту раз и затащить на приборную панель. Представляете себе, смотрите. Вот так раз. И у нас на приборке карта. По-моему это очень круто. Я такого нигде еще не видел. А также в автомобиле есть мощная беспроводная зарядка. 50 ватт она выдает, как мы можем сейчас увидеть. И более того, мы знаем, что греются телефоны на зарядках. Тут есть воздушное охлаждение этой зарядки. Тоже очень круто. Управление климатом тоже у нас здесь все на экране. Опять же свайп. Двухзонный климат. Кстати, друзья, да, климат двухзонный. Казалось бы, что он мог бы быть и трехзонный, и четырех. Но нет, все-таки двух. Но в качестве такого легкой компенсации у нас здесь есть, во-первых, система озонирования, которая чистит воздух. Есть фильтры частиц 2.5, PM2.5. Самых мелких и вредных частиц. А также можно поставить встроенный ароматизатор. Сейчас он убран из автомобиля. Но там ставится таких три картриджа. Вот так выглядят эти разъемы. И можно здесь выбирать прям аромат, под настроение. Также настраивать и сидение, и все что угодно. Все через меню. Как я и говорил, даже внешние зеркала также настраиваются через экран. Точнее, можно настраивать через экран, а можно там нажать специальную кнопочку и настроить его вот этими клавишами на руле. Если говорить о качестве материалов, друзья, ну, здесь мы видим вот реально такую замшу, алькантару. То есть, вообще вопросов не вызывает. То есть, на самом деле, напоминает чем-то модели Lexus, наверное. Потому что у корейцев этого класса таких материалов нет. Обычно все немножечко у них попроще. И что характерно, очень маленькие зазоры между деталями. То есть, все реально подогнано классно. И это не только выглядит хорошо, это еще и сделано добротно. Хотя некоторые детали, друзья, на мой взгляд, они такой с небольшой перебор. То есть, очевидно, что вот эти дефлекторы, да, они напоминают нам, наверное, о Mercedes-Benz GLS, там и так далее. Но лично мне, друзья, они напомнили, если вы смотрели фильм со Шварценеггером, вспомнить все. Помните, там какие-то урановые рудники, там на Луне, там экология неважная. И там были вот женщины с тремя грудями. И вот что-то мне, вот не знаю, напомнило именно это. Ну, если вам так не кажется, обязательно напишите в комментариях. Ну, а мы продолжаем. Здесь у нас достаточно все по-классически. Подсветочка светодиодная, все очень аккуратно. Вот эта штука, она может регулироваться и по вылету. Да, это хорошо. То есть, можно вот сделать там как-то так и целиком закрыться от солнца. То есть, ну, как бы это нормальная опция для дорогих машин. Но, в общем-то, китайцы в этом сегменте не так давно. И по нынешним временам вот эта сумма, которая просит за эту машину, от 4 миллионов рублей, это еще как бы недорого. Что касается вот сидений, то, на мой взгляд, они реально широковаты. То есть, ну, я не самый большой парень на деревне, конечно, но боковая поддержка более развитая не помешала бы. А здесь у нас есть подстаканнички. В общем-то, стандартная ситуация. Подогрева и охлаждения у них нет. А вот здесь, в центральном бардачке, у нас есть очень большой, кстати, ящик. Есть подсветка. И есть возможность открыть доступ к холодному воздуху и системы кондиционирования. То есть, использовать этот большой отсек как холодильник. Ну что, друзья, давайте пойдем назад. Сейчас воспользуемся заодно вот этой модной ручкой. Смотрите, раз. Оба дверь приоткрылась, дальше мы ее просто толкаем. Круто. Задние двери тоже достаточно тяжелые, между прочим. Заднему пассажиру в джейку неплохо. Во-первых, ну, просто вот сидение по высоте расположено достаточно оптимально. Опять же, для человека среднего роста. Вот высокий человек, опять же, может пожаловаться, что подушка может быть коротковата. Но бывают ситуации, когда машины вроде бы дорогие, там, ну, тоже восточные. И сидишь реально как будто на полу с задранными коленями. Здесь такого нет. И по запасу места для ног, что традиционно для автомобилей с востока, Джейк Джей 8 демонстрирует, ну, такое радушие по отношению к потребителю. Потому что вот здесь при росте 172 у меня достаточно много места до коленей. И при желании я даже могу положить ногу на ногу и так ехать. Также можно отрегулировать наклон спинки. Но, в принципе, вот самое лежачее положение, оно самое комфортное получается. Потому что вот так ездить наиболее удобно. Вообще, что касается удобства, то тут есть и то, за что можно этот автомобиль покритиковать. Ну, например, где третья зона климатической установки, друзья? Потому что издалека вот эти замечательные кнопки выглядят как будто бы это управление климатом. Но нет, это подогревы сидений. Спасибо, что положили, как говорится. Но лишь мощность вентиляции. Да, есть дефлекторы. Но, на мой взгляд, можно было бы предусмотреть комплектацию с отдельной климатической зоной. Я считаю, это актуально. А в остальном здесь все достаточно удобно. Мы видим, что есть светильнички на потолке. Удобные ручки. Опять же, замечательная совершенно вещь. Это шторка. Вот, друзья, я считаю, что автомобили без шторок вообще не должны выпускаться. Ну, потому что всегда придется что-то сюда лепить. Если у вас пассажиры ездят, там долго едете, дети, не знаю, не дети. Но шторка это вещь, короче. Также у нас вот здесь кнопочные ручки, открывание дверей. Есть центральный подлокотничек с вот таким вот подстаканничком тоже. Но вот тут нет ящика вещевого дополнительного. И как-то так. Если мы захотим ехать на этом автомобиле втроем, то к этому у нас тоже не будет препятствий. Потому что, несмотря на то, что автомобиль у нас полноприводный, туннель из пола практически не выступает. То есть можно здесь сесть и втроем. Тем более, что большая ширина салона нам это позволяет. И ботинки, в общем-то, вылезают даже под сидение вперед. Что, в общем-то, дает нам дополнительные сантиметры комфорта. Также при помощи кнопочек специальных можно подвинуть переднее правое сидение вперед, освободив для правого пассажира максимальное место. Ну, как, в общем-то, и в других во многих автомобилях. То есть, чего еще мне здесь не хватает? Это 220-вольтовые розетки. Инвертора почему-то нет. И также мне не очень понравилось, как реализованы задние USB-разъемы. Это просто такие прорези в пластике. Они никак не подсвечиваются. И если здесь у нас машина с бежевым салоном, а есть еще черная на черном, то в наиболее популярной версии черная на черном эти дырочки попросту не видны. Ну, что ж, друзья, давайте заглянем в багажник, а после этого уже отправимся, наконец, кататься. Багажничек у нас открывается вот так просто. Ну, и что мы здесь видим, друзья, достаточно просторный отсек, хотя погрузочная высота существенная у него, но в целом отсек просторный, отделан такой мягкой штучкой. А это нам коврик положили. Ну, смотрите, коврик классный, он прям фирменный, да, фактура совпадает. Тут же у нас и сабвуфер, а там под полом, ну, в общем, быстренько заглянем, смотрите, друзья, здесь под полом у нас полноразмерное запасное колесо на фирменном литом диске, то есть никаких докаток, ничего. То есть, с одной стороны, конечно, это крадет немножко у нас погрузочную высоту, а с другой стороны у нас есть возможность, если мы колесо пробили, дальше нам не надо ставить какую-то эту вот убогую докатку, мы поставили нормальное колесо, и оно у нас с завода идет в комплекте. Более того, если мы захотим, то мы можем сложить спинки сидения заднего, и они сложатся в ровный пол, смотрите, очень просто. То есть, вот так, друзья, получается у нас ровный пол, конечно, вот высота здесь не суперогромная, то есть там, не знаю, холодильник какой-нибудь, хотя холодильник, я думаю, влезет. Ну, а что-то более громоздкое, может быть, стоит заказать доставку и не портить прекрасный бежевый салон вашего замечательного нового автомобиля. Ну, напишите в комментариях, что вы возите в таких тачках, кстати, интересно. Ну, а теперь, друзья, наступило время самого интересного в этом обзоре, потому что мы отправляемся на тест-драйв. Погнали! Когда мы включаем зажигание, здесь все к нам придвигаются и сидения, и руль, и вы можете спросить, а что это вот за такая чудесная коробочка над рулем? А это, друзья, камера. Это даже не одна камера, так, моих там несколько, и они строят 3D-модель вашего лица. Для чего? Для того, чтобы, когда вы там пыритесь в телефончик, там, или по сторонам вот так смотрите, она вам моментально говорит, смотрите за дорогой, не отвлекайтесь. Это предупреждение, конечно, можно настроить, и, насколько я понимаю, даже отключить, но на самом деле штука очень полезная, и просто для себя, потому что вы начинаете понимать, насколько вы действительно много отвлекаетесь за рулем. Это так, друзья, мы часто вот как-то отвлекаемся, хотя это абсолютно небезопасно. Да, у автомобиля 20 ассистентов, он сам остановится, если что, там, он постарается избежать столкновения со встречной попутной машиной, будут загораться лампочки, звучать звоночки, но есть такие люди, которые могут все это пропустить. Так что, друзья, помните, безопасность, прежде всего, в таком же безопасном режиме мы сейчас поедем кататься и постараемся обязательно сделать замер до соточки. Почему я так акцентирую внимание на ездовой части? Ну, во-первых, я просто люблю поездить на тачках, во-вторых, JQJ8 это автомобиль, который любит ездить. И это не простые слова, сейчас, я думаю, мы постараемся вам это показать. Так, маневрирование задним ходом, у нас отлично работают камеры, я по привычке все еще стараюсь смотреть в зеркала, но на самом деле в этом особой необходимости нет. Здесь у нас вообще обзорность неплохая, потому что посадка достаточно высокая, капот практически плоский, он как бы немножечко такой покатный, но он длинный, хороший, то есть это такое приятное ощущение, когда ты видишь капот. Знаете, чем-то на Волгу напоминает 31-ю. Опять же, зеркала на ножках, внешние у нас есть маленькие треугольнички, в которые все неплохо видно, то есть с точки зрения обзорности каких-то у меня серьезных претензий нет. Так, друзья, ну давайте прокатимся. Во-первых, с первых метров у нас включен режим, у нас движение нормальный, в этом режиме я всегда рекомендую пробовать, как машина едет. Так, давайте пропустим, вот там человека. Несмотря на то, что здесь у нас используется робот, машина довольно мягко и оперативно реагирует на нажатие педали акселератора. То есть это означает, что у нас, во-первых, нет задержек при включении драйва или реверса, что важно. Во-вторых, у нас нет каких-то рывков, там прыжков, то есть мы буквально поглаживая педаль, мы едем. И опять же, это все происходит достаточно линейно. То есть если мы ударим по педали более резко, то у нас будет мгновенный отклик. Ну давайте попробуем. Ну вот мы видим, да, машина пошла, пошла, пошла. Ай, яма! Уху! Пролетели над ямой, как бы нормально все. Вот, то есть, ну здесь особо разогнаться, конечно, у нас негде, но даже в обычном режиме динамика, друзья, вполне себе приемлемая. А если мы будем включать спортивный режим, то здесь у нас просто становится острее реакции, и как будто бы у нас по умолчанию уже дроссель приоткрыт немножко, да. То есть у нас машина начинает острее реагировать на газ, и за счет этого она начинает более интенсивно ускоряться. А что важно выделяет этот автомобиль, то, что он неплохо едет. То есть он охотно поворачивает, да, и при этом мы видим, что здесь яма просто огромная, и у нас подвеска автомобиля вот эти ямы обрабатывает. Это на 20-х низкопрофильных шинах. Да, конечно, может быть, если мы возьмем, например, тот же... У меня сейчас подголовник говорит, что камера фиксации где-то нарушения. Ну, что могу сказать? На самом деле машинка неплохо поворачивает. Давайте, кстати, вот пустая парковочка. Может, похулиганим немножко? Как вы думаете, а? Давайте попробуем, переведем подвеску в спортивный режим. У JQJ8 есть два типа полного привода. Первый полный привод – это стандартный полный привод с муфтой подключения задней оси. Там буквально достаточно несколько миллисекунд для того, чтобы задняя ось после пробуксовки передней вступила в работу. На данной машине стоит топовая система с так называемым торг-векторингом, то есть управлением вектором тяги. Как это реализовано? В заднем дифференциале у нас есть две дополнительные муфты на полуосях. По командам электроники они могут полностью перераспределять тягу между задними колесами. То есть на одно колесо есть тяга, на другое нет. Соответственно, это помогает заправлять автомобиль в поворот. Чтобы более прикольно это ощутить, мы сейчас полностью отключим систему стабилизации, потому что такая опция у джейка, у джейка 8 тоже есть. И мы попробуем сейчас здесь немножечко покружиться, пока никто не видит. И вот мы видим, что он идет боком весьма и весьма неплохо. То есть прям ух, подняли, да? То есть, представляете себе, друзья, вы покупаете большую семейную машину, а она у вас просто ух ты, начертила там. Блин, машинка новая, тест-драйв. Это мы вырежем из видео обязательно. Друзья, машина, как мы видим, охотно поворачивает. И я скажу вам так, я ездил до этого на версии без вот такого полного привода. И эта машина поворачивает реально круче. То есть, если вы хотите реально от джейку джейка 8 получить максимум вхождения в повороты, то попробуйте обязательно на тест-драйве версию с подвеской и с управлением векторой тяги. Но мы не будем сейчас на круговом движении, как говорится, делать круги там, да? И стесывать шины одну за другой, потому что, ну, мы понимаем, что это произойдет, конечно. Давайте лучше выберемся на трассу и посмотрим, как машинка ведет себя именно в повседневной езде, как работают электронные помощники, которые здесь есть. Мы можем настроить остроту срабатывания педали тормоза, но в целом, я бы сказал так, что тормоза здесь, ну, не то чтобы прям очень-очень мощные, да, они не гоночные, но их вполне хватает на любой скорости, до которой этот автомобиль может разогнаться. очень важно знать про Джейку Джей-8, то, что этот автомобиль очень стабилен на трассе. И сейчас мы находимся в городской черте, ограничение скорости не позволит нам разогнаться, но я уже делал это на другом Джей-8 в Адыгее, в Ставропольском крае, и поверьте мне, на любой скорости, до которой эта машина способна разогнаться, что происходит здесь вообще, какие-то гонки, но мы не будем в них участвовать, хотя мы можем на любой скорости, до которой эта машина может разогнаться, наведет себя очень стабильно, и даже реакция на быковой ветер очень маленькая, то есть вы просто едете, вам не нужно даже руки от пота вытирать на большой скорости, потому что реально машина очень стабильна, и всегда, всегда, друзья, есть хороший запас тяги, но машина едет стабильно, хорошо, она быстро разгоняется, и вот если вы захотите обгонять фуры, то есть вы нажали, и она полетела, ой, там камера, камера, тормозим, 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 здесь у нас на экране мы видим, как работает система распознавания других транспортных средств, она идентифицирует легковушки, грузовики, в общем, автобусы, все, что угодно, что мы всегда видим, с какой стороны к нам подъезжает автомобиль, нам электроника помогает, и опять же, если мы захотим вдруг перестроиться в другой автомобиль, она нам не даст этого сделать, если мы таким образом настроим систему, ножичка, прибавим ходу, и посмотрим, как машина ведет себя на скорости, мы не можем во всю педаль пойти, как бы, потому что тут камера навалом, да, но на самом деле, реально, вот, запас тяги очень хорошие, до 220 примерно, эта машина разгоняет свободно, ну, а дальше, как говорится, кто на что учился, больше я не думаю, что где-то имеет смысл ехать, да и таких дорог-то у нас нет, что касается звукоизоляции, то она реально очень хорошая, вот сейчас мы едем со скоростью 110, и в салоне действительно достаточно тихо, конечно, это все зависит от шершавости асфальта, но вот на больших скоростях попереговариваться в салоне можно не повышая голоса, как я и говорил, на трассе при прямолинейном движении автомобиль демонстрирует высокую стабильность, независимо от скорости, хороший запас на обгонах и невысокие крены при маневрах, опять же, это зависит во многом от выбранного вами режима подвески, потому что если поставить подвеску как спорт, то будет вот так немножко потряхивать местами, конечно же, в мультимедийной системе у нас есть и все необходимые интерфейсы, такие как CarPlay или Android Auto, то есть можно подключиться и наслаждаться. Единственное, что система не может, это одновременно, чтобы к ней подключилось два телефона, на мой взгляд, не очень удобно, я люблю, когда такая возможность есть. Вообще, вот я заметил, что в городском потоке достаточно неплохо все пускают и даже ржавые газели как-то с почтением относятся к нашему автомобилю, чего обычно за ними не наблюдается, да, а сейчас они вполне культурным, так сказать, с нами взаимодействуют. Учтите, что, друзья, аварийная сигнализация расположена на потолке здесь, но это уже для многих китайских машин стало такой фишкой, но не сказал вам, что это прям суперудобно. Поэтому автомобили очень комфортно ездить, в том числе по городу, даже сейчас видеть, что мы стоим в пробке, но вот робот действительно классно настроен, то есть у роботизированных трансмиссий есть такая фишка, что они дергаются в пробках, вот здесь вообще ничего такого нет, без проблем. Плюс двигатель, его слышно только на очень интенсивном разгоне, и вот когда ты сидишь в автомобиле, нет ни шума, ни вибраций, то есть говоря о том, что в этом автомобиле действительно очень комфортно, и это премиальный комфорт, но вот мне не очень нравится слово премиальный само по себе, потому что какая-то такая претензия на некое абстрактное какие-то свойства, но если говорить конкретно, то в этом автомобиле действительно очень комфортно и ездить, и стоять в пробке, ну а что мы делаем в городе, наверное, больше стоим, чем ездим, так что для того, чтобы постоять, тачка вполне классная, ну и как я вам уже показал, она еще и умеет ездить, и в этом ее важное достоинство. Ну что, друзья, давайте попробуем сейчас где-нибудь аккуратненько произвести замерчик до 100 китров в час, погнали. 60 за 4,7 8,46 друзья, то есть мы прям с легкостью выехали из паспорта, это при том, что машина здесь идет в горку, у нас в паспорте 8,5 секунд, мы за 8,46 сейчас дали. Ну вот, друзья, что и требовалось доказать, что автомобиль реально динамичный, и если, представьте, вот горки не было, он бы, наверное, из 8,4 выехал, так что 249 сил и 385 ньютонов здесь реально тащит. Вообще, друзья, что касается вот неровных дорог, а их в России не так мало, то я рекомендую здесь использовать стандартный режим подвески, потому что в нем не будет вот такой дополнительной лишней тряски, которая у нас несомненно есть в спортивном режиме. Что касается больших ям и лежачих полицейских, туда несколько раз у меня было, что подвеска как бы на них отстреливала, но мы реально там торопились, ехали быстро, но в остальном достаточно комфортно, то есть это касается и водителя, ну водителю всегда автомобилей комфортнее, чем пассажирам, как правило, но и пассажирам особенно сзади здесь тоже очень-очень прикольно. То есть что касается ездовых свойств, автомобиль радует в своей повседневной жизни, причем не очень важно, насколько далеко ваше путешествие, куда вы едете, то есть на работу или там по трассе машина очень подходит и для городского и для загородного движения. Если мы поставим самый мягкий режим подвески, то ну во-первых каких-то ваших пассажиров может начать немножко даже укачивать, потому что автомобиль приобретает такую недетскую плавность в этом режиме и у него появляется немножко небольшая вертикальная раскачка, что конечно не всем нравится, не очень безопасно при движении на дорогах с большими поперечными волнами. Так что мой выбор все-таки это средний режим, но при этом все равно я напоминаю, что адаптивная подвеска она работает постоянно, то есть то, что мы допустим выбрали средний режим как основной для езды не означает, что нам вообще не нужна эта подвеска. нужна вот смотрите кстати как она работает вот лежачий полицейский очень мягонько прошли машины практически даже не шелохнулось а вот давайте включим сейчас стандартный режим самый мягкий где-нибудь вот сейчас вот еще один лежачий полицейский самый мягкий режим скорость у нас 59 км в час колеса большие конечно пинаются но мы все равно едем с той скоростью которая нам нравится и собственно ну наверное я бы хотел ездить как мне нравится на автомобиле который я покупаю за сумму от 4 миллионов рублей вот нравится мне все-таки его реакции да потому что можно в потоке очень четко им управлять то есть вот то что мы привыкли в принципе получать на автомобилях дорожных дорогих да которые раньше были дорогими европейских изготовителей даже чаще ну то есть можно сказать что вот на примере этой машины в этой новой платформе китайцы уже в общем-то догнали те корейские топовые модели с которыми мы встречались до их собственно исчезания с рынка так что на мой взгляд автомобиль действительно интересный вот смотрите ведь все притормаживают на лежачем мы идем давайте в поворот зайдем у нас торг векторинг здесь ну смотрите как здорово вот кстати машина без такой опции она более склонна к андерстиру так называемой недостаточной поворачиваемости когда у нас когда у нас происходит снос скольжение передней оси здесь вот такого не происходит и машина действительно лучше докручивается так что если вы активный водитель я рекомендую вам обратить внимание на JQJ8 именно с системой управления вектором тяги я говорил много про ассистент смотрите здесь они включаются все одной кнопкой машина у нас может вести по полосе сама реагировать на все возможные так сказать раздражители то есть другие автомобили и все это происходит реально так как на раньше происходило на автомобиле премиальных брендов или даже круче то есть реально современные восточные машины это уже машины которые ориентированы на автономное вождение на безопасность движения и я думаю что первые беспилотные автомобили массовые мне почему-то кажется что они тоже будут китайские когда мы приближаемся к разметке нам система показывает прям большими визуальными образами линии разметки которые мы подъезжаем сама нас от них отталкивает то есть ну реально прям машина вот задает какие-то мне кажется новые новые уровни и хотя она не идеальна потому что в ней есть и определенные недочеты но вместе с тем все равно я считаю что и для марки джейку и для особенно для владельцев таких автомобилей это будет определенный шаг вперед что здесь еще добавить гарантия на джейку джей8 составляет три года или сто тысяч километров я считаю немало сети официальных дилеров таких как компания техинком я думаю будет рада помочь вам с регулярным техническим обслуживанием не думаю что гарантийные ремонты будут частыми но если что-то такое случится то по гарантии он обязательно починят в этом же собственно есть достоинство гарантийной машины которая имеет гарантию от производителя итак друзья вот такой экспресс-тест у нас получился автомобиль реально интересный и вот на фоне многих других предложений которые существуют на рынке а это и эксиды да современные которые построены тоже на платформе Т2Х и джили манжары конечно которые в общем-то дороже на фоне всех этих конкурентов а также других машин конечно и вторичного рынка у JQJ8 определенно есть некоторые преимущества клея подробно о том как эта машина показывает себя реально в экстремальных режимах и на трассах смотрите в моем следующем обзоре потому что я уже протестировал такой автомобиль в горах Адыгея и проверил по полной на что он способен так что как говорится не переключайте канал тем кто рассматривает покупку нового большого хорошо укомплектованного кроссовера я рекомендую приехать в салон официального дилера например компанию техинком здесь в котельниках это 14 километра МКАДа то есть достаточно удобно расположенное место и взять автомобиль на тест-драйв например этот же самый на котором я только что катался персонал салона достаточно отзывчивый ребята я думаю пойдут вам навстречу дадут вам на тест-драйв подскажут расскажут и вы сами уже сможете сделать вывод о том подходит вам такой автомобиль или нет ну что ж друзья теперь вам слово присылайте в комментарии свое мнение про джейку джей8 задавайте вопросы обязательно отвечу спасибо что смотрели до новых встреч до новых встреч до новых встреч